Сергей, здравствуйте. Доброе утро, добрый день, Яков, добрый день. Я уже как дрожу, у меня терзать собираетесь. Да, конечно, дрожите, дрожите. Как ту же грелку. Да, у нас не просто мы вас будем терзать, а мы еще наших слушателей тоже призываем к нам подключиться, потому что у нас есть для этих целей смс-портал плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. В Твиттере существует аккаунт под названием «Вызван», где вторая буква как «Y», а третья буква как «Z». И все это для того, чтобы прямо сейчас, вот в течение ближайшего часа в эфире присылать вопросы и всякие соображения, суждения, оценки Сергея Алексашенко. Ну вот мы видим последние дни, что мы видим? Мы видим побоище на Хованском кладбище, сегодня нападение на Алексея Навального, причем совершенно, мне кажется, беспричинное. Потом сегодня же сообщение о том, что в Москве задержана группа вымогателей у таксистов. Так что получается? Мы возвращаемся в бандитские девяностые? Ну, Яков, вы знаете, мне кажется, нужно делить эти события, потому что при внешней похожести, что государство в лице правоохранительных органов не бездействует, не защищает порядок, конечно, они все разные. Мне как-то даже ухо порезало ваша фраза, что беспричинное нападение на Алексея Навального. Слушай, ты виноват хотя бы тем, что хочется мне кушать. Вот мне кажется, что с кем, с кем, а вот с Алексеем Навальным там все понятно. Это абсолютно ярко выраженное политическое нападение. По большому счету, мало чем отличающийся от убийства Бориса Немцова, если так честно говорить. Ну, по сути, да. Ну, по сути, да. По сути, да. То есть, вот какая-то толпа непонятных людей, ряженных, получает возможность избиения граждан Российской Федерации практически в центре города. И им за это ничего не бывает. А полиция стоит, опустив руки, а потом говорит, мы ушли на опек, мы заявление принять не можем, такая любая наблюдения у нас, как всегда, не работает. Это абсолютно ярко выраженное политическое нападение, нападение на политическое активизм. Ну, ничего, вот фашизм чисто в виде. Поэтому, мне кажется, как раз вот здесь вот, вот там, если с Хованским кладбищем еще можно разбираться, с таксистами и вымогателями, там, унициатива, с вымогательными таксистами тоже можно разбираться, да, криминалы, почему там бездействуют правоохранительные органы. Ну, вот здесь просто это политическая, ну, не знаю, история. И понятно, кто на ней стоит. Понятно, для чего это делается. А для чего это делается, собственно говоря? Ну, ведь уже не первый раз нападают на Алексея Навального и его товарищей. И на Касьянова нападали. Да, на других людей тоже нападали. Но они же все равно продолжают свою деятельность. Ну, понятно, что люди, которые занимаются вот такой вот политической активностью, да, тем более оппозиционной, тем более в этих условиях, ну, в общем, они готовы к разным поворотам. Для чего? Ну, вы знаете, они, конечно, готовы к разным поворотам, например, у Алексея Навального и Михаила Касьянова, но у каждого человека есть какой-то предел терпения. Да? Вот. И мне кажется, что там, не будем, дайте прямо говорить, власть, Кремль, хотят найти этот предел терпения у Алексея Навального в данном случае. Да? Вот, условно, пять лет условно, потерпел. Брата посадили, потерпел. Ну, вот, с зеленкой облили, стерпел. Ну, дайте теперь тебя подъем, да? Ну, вот, дальше же, вот, можно же и дальше наращивать, правда? И, ну, понятно, что вот всегда может что-то случиться, да, там, когда Алексей скажет, не знаю, сам скажет, или просто окажется в таком состоянии, да, и что, вот, опять, я провожу прямую параллель с делом Бориса Немцова, да? Ведь, вот, собственно говоря, закончилось все тем же самым, да? С Борисом Немцовым тоже шло по эскалации. И закончилось убийством на, там, на Московецком Москве. Не, ну, дайте мы так все-таки как-то не будем. А я не знаю, почему давайте. Нет, давайте говорить именно об этом. Давайте говорить именно об этом. Да? Причем, а Кремль вообще ни при чем. Да, Кремль, ну, он закричал, как? Да что это? Да кто это посмел? Да, конечно, а здесь вообще молчание. Посмотрите, вообще молчание Кремля, молчание министра внутренних дел. Ну, вообще, их нету. Они испарились. Они с праздников еще не вернулись. Они гуляют где-то. Вы же провели опрос в Твиттере, как отреагирует Кремль. Какой там результат, кстати, если есть возможность посмотреть? Я сейчас посмотрю, но там было где-то поценка 65, что Кремль скажет, что мы об этом не в курсе. А, все-таки не в курсе. Ну, скажите, вы тоже ожидаете вот такой плачевный, скажем, ну, не плачевный, но самый худший вариант из того, что возможно? Ну, Яков, я считаю, что Кремль никак не отреагирует. Да, и уж точно совершенно там о том, чтобы найти виновных, да, и наказать, начиная там с министра внутренних дел и дальше вниз по иерархии, ну, конечно, ничего не случится. 64% Кремль не в курсе. Ну, понятно, да. Вот возвращаясь все-таки к тому, с чего начал Яков, ну, понятно, историю с Алексеем Навальным и Фондом борьбы с коррупцией в Анапе мы отделили, но вот эти вот все истории, которые мы наблюдаем практически каждый день, и побоище на кладбище просто было одним из самых ярких и массовых, да, но сегодня опять каких-то застреленных людей нашли в Подмосковье, потому что какая-то там история с автомобильным бизнесом, вот до этого, значит, таксисты, а вот с этими-то сюжетами что все-таки? Оль, вот я опять возвращаюсь, да, право охранительные органы, да, вот они так у нас называются, и они должны защищать право. А почему они взяли и ослабели вдруг, вот так незаконно? Они не ослабели, у них есть другие дела, у них есть другие дела, там, вымогать, крышевать, да, наблюдать, выполнять политические заказы. Вот, посмотрите, чем у нас Следственный комитет занимается, вот опять, там, или прокуратура, опять новое дело на Ходорковского в Интерпол, они же заняты другими вещами, они заняты другими вещами, они уже не понимают от кого, чего и зачем надо захоронять. Платят деньги, делаем, не платят деньги, не делаем, да, вот, поэтому, ну как, вот, то же самое побоище на Хованском кладбище, ну там пойдешь разбираться, ты можешь же и пулю в лоб получить, да, так, сгоряча, ну что, ну что, ну совсем дураки лезть под пули? Нет, слушай, пусть как-нибудь там без нас, а мы потом там, кому-нибудь там точно схватим, и еще откупиться за это дело, за то, чтобы мы их освободили. Оль, это просто абсолютное вырождение, ну не знаю, правоохранительных органов, они занимаются чем угодно, только не охраной закона, да только несоблюдением прав граждан. Ну вот сделали же Росгвардию, которая в 21-й приняла бой на Хованском кладбище. И? Ну и что там случилось на Хованском кладбище, что-то я вот даже не понял, судя по тому, что передают там СНИК, там вообще ни одного участника этого побоища не задерживают. Ну, там уже сейчас начинают, уже человек 10 там уже берут. Может, из-за этого все было? Ну, может, там просто дележка такого, кормление происходило, да, и там это, нацгвардия вмешалась и получила свое кормление Хованское кладбище. Она же, ФСО, получила свое кормление благоустройства Москвы вокруг Кремля. Ну вот этим занимает, у каждого должна быть своя кормушка. Да, поэтому мы не знаем, чем будет заниматься нацгвардия. И вообще, что она там делала, и когда она туда приехала, да, ну, по крайней мере, мы, скажем, из СНИ узнаем другое, что там побоище происходит. Ну, там же задержали бывшего директора, который ни много ни мало, как член общественного совета при Следственном комитете. Ну, вот видите. Ну, то есть, что это происходит все-таки? Оль, происходит, вот, ну, пока, да, вот опять, от того, что сняли директора кладбища, значит, кому-то понадобилось это место. Вот просто сразу сняли, да? Ну, вот, вот, я не очень понимаю, при чем здесь директор кладбища. Да, это как история с каменщиком. Владелец опорта домашнего отвечает за взрывы своими деньгами. А владелец, директор кладбища, насколько я понимаю, муниципальное предприятие, вот директор муниципального предприятия своим местом, своими зарплатами, своим, там, ему, я не знаю, там, положением отвечает за безопасность, за то, что там не было драки. Да? А милиция вообще ни при чем, ни в том, ни в другом случае. У нас не милиция должна охранять порядок, да? Вот, типа, в кого государство ткнет пальцем и скажет, ага, вот ты, ты отвечаешь за этот взрыв. Да? Вот ты отвечаешь за этот взрыв. Вот, там в метро не на кого показать пальцем, и поэтому за взрыв метро никто не отвечает. Да? За взрыв в Дагестане никто не отвечает, не на кого показать пальцем. Ну, и тоже ничего не бывает. Потому что метро, потому что метро, это не частная лавочка, в отличие от... Не, ну, слушайте, кладбище тоже не частная лавочка, да? Ну, понятно, что место директора кладбища, оно, в общем, видимо, хлебное. Раз сразу же его сняли, ну, просто сразу. В отличие от метро. Ну, метро сняли тоже потом. Давайте про Каменщика, вот, и про Домодедова. Сегодня будет объявлено соглашение между представителями аэропорта и представителями потерпевших, вот, по поводу этого теракта 2011 года. И Дмитрий Каменщик уже сказал, что будет, что готов выплатить компенсации, это раньше он говорил, а теперь будет там какой-то фонд специально с этими целями создаваться. Вот, расшифруйте нам, пожалуйста, вот эти все новости. Ну, мне кажется, что, в общем, как сказать, история подошла примерно к тому же финалу, что и с Евтушенковым и с Башнефтью, что с Ходорковским и с ЮКОСом, да, вопрос только в той цене, которую должен будет заплатить Дмитрий Каменщик за то, что он будет, возможно, будет какое-то время еще являться владельцем аэропорта Домодедова. Да, у него уголовное преследование его самого, приголовное преследование его ближайших сотрудников, да, угроза национализации, там, продажи с торгов всего комплекса аэропорта Домодедова, который принадлежит там ему, возможно, с кем-то, да, и вот он, как сказать, хорошо понимая, как работает российское правосудие, да, решил попробовать откупиться, да, и вот решил, сказал, хорошо, хорошо, давайте я заплачу денег, да, соответственно, вот сейчас, видимо, следующая стадия – это торговаться, сколько он должен будет заплатить. Поможет ему это? Оль, ну, смотрите, кому-то это помогает, да, вот, ну, не знаю, там, там, вот Евтушенкову помогло, да, он там всю башню нефть отдал и получил свободу, да, вот, там, Владимиру Гусинскому не помогло, он там все отдал и получил еще, там, кучу уголовных дел впоследствии, да, и, там, интерпол и прочее, не стал, там, не въездным на территорию Российской Федерации. Да, разные истории бывают, кому-то помогает, кому-то не очень. Знаете, помните, как это в неуловине у мстителях? Он хороший, он сам пойдет. Вот, вот, если, если сам сразу пойдет, то, значит, поможет, да, а если будет сопротивляться, ну, значит, еще раз, да, там, возьмем какие-нибудь новые претензии. То есть, ташки будут расти, судя по всему. Ну, 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 посмотрим, да, ну, вот это же вопрос, да, на чем эта система остановится, потому что там уже количество пострадавших уже превышает 200, да, там, и адвокат Трунов там бьет копытом, чтобы их там довести до двух тысяч, да, и выяснится, что там никакой собственности аэропорта Домодедова не хватит, и у каменщика нужно арестовать его личное имущество, да, там, внести в массу там благотворительного фонда. Ну, вот, это тропа скользкая, и мы никогда не понимаем, там, вот эти договоренности, они окончательные или нет. Да, потому что, вот, как сказать, все может быть, да, можно там предположить там все, что угодно, но, вообще говоря, там, если есть соглашение сторон, то его защищает суд. Ну, так, по большому счету. Кстати, в вопросе с Евтушенковым и Гусинским, по-моему, есть одна большая разница, Евтушенков вообще никак не комментировал после этого все происходящее. Я не помню ни одного интервью, где бы он что-то говорил, Гусинский же все-таки комментировал и выступал громко. И, и... Ну, хорошо, он пока молчал, он, собственно, и до этого молчал, да, он просто упирался и говорил, что не отдам. Да, ну, то есть, вот, позиция же была такая, но иногда молчание, но красноречивее, чем слова. Ну, потому как действовали в начале года, в начале года, то было ощущение, что все-таки отберут аэропорт полностью. Яков, ну, у меня нет ощущения, да, что не отберут. Давайте так, мне кажется, что это вот какой-то такой промежуточный итог. И, ну, давайте хотя бы подождем, не знаю, там, мы год подождем, да? Ну, потому что, вы помните, если мы вспомним там дело ЮКОСа, да, то там у нас и президент говорил, что национализация, банкротство ЮКОСа, да национализации не будет, и банкротства не допустим, да? Ну, у нас много было заявлений промежуточных. А итог понятен. Поэтому это дело долгое, это дело длинное. Насколько я понимаю, там, система собственности, структура собственности в аэропорту Домодедово построена, ну, так, достаточно многоэшелонированной обороне, да, то есть там просто так ее не возьмешь. Поэтому, вот, сказать, что можно вот взять просто так и все сразу продать, ну, тоже не получается. Поэтому там нужно как-то вот договариваться, да, знаете, как, чтобы он выступил помощником органов, не знаю, там, рассказал, да, ведь он сейчас должен будут как-то деньги аккумулировать, деньги выводить в каменщик, да, чтобы показывать, ну, будут, по-моему, следить, откуда деньги, откуда приходят, где хранятся. Ну, как сказать. Продолжение сериала, да. Это будет, я, 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 я правда, я правда считаю, да, ведь на самом деле история с аэропортом Домодедово, она уж лет 10 продолжается, если не больше. Ну, долго. Ну, с разной интенсивностью. Поэтому я думаю, что точно не конец и точно не последняя серия. Да, аэропорт, который раньше выглядел при этом очень, нет, ну, он еще раньше выглядел как сарай, потом он был один из лучших, а сейчас он уже, как бы так, в общем, мягко говоря, не один из лучших. Ну, мне кажется, что, Оль, аэропорт Домодедово, это вот самое яркое проявление, да, там, объяснение, почему там российская экономика не хочет расти. Но поставьте себя на место Дмитрия Камечка, вы захотите инвестировать деньги в развитие аэропорта, находясь в такой ситуации? Да нет, конечно. Да горяем мы все синим пламенем. Да пусть лучше мой аэропорт опять превратится в сарай, но я точно сейчас деньги вкладывать не буду в этой ситуации. Подожду. Подожду слишком рискованно. Отобрать же могут. Ну, логично, да, конечно, Яков. Хочется спросить, кстати, про пенсии. Сегодня в ведомости пишут о том, что Минфин хочет усложнить, ужесточить процедуру перевода пенсионных накоплений из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Ну, и понятно, что все это говорится с заботой, объясняется с заботой о пенсионерах. Вот меня лично это не убеждает. Действительно есть какой-то подводный камень в этой истории? Ну, подводный камень, мне кажется, он лежит по другую сторону. Здесь, ну, я бы сказал так, да, что есть, конечно, забота о пенсионерах, но она связана с тем, что государство, опять, оно же разваливается, да, оно не хочет работать и не может работать, возможно, так, как положено. Оно не в состоянии организовать нормальный контроль за работой вот этих трансфер-агентов, которые обеспечивают перевод накоплений пенсионных из одного фонда в другой по решению гражданина Российской Федерации. И на этой почве возникает огромное количество злоупотреблений, махинаций, там, деньги переводятся, накопления переводятся, там, без решения человека, да, или переводятся не туда, или вообще исчезают. И, знаете, как вот, если правительство не может навести порядок, оно говорит, так, все, запрещают. Просто запретить. Вот это такая естественная реакция. Не хотим работать, не понимаем, как это сделать, не умеем работать, думать не хотим, запретить. Ну, вот, мне кажется, что это такая реакция абсолютно... Ну, в принципе, конечно, можно назвать заботой о накоплении граждан, потому что, ну, я думаю, что после этого количество, там, или возможностей для махинации они уменьшатся. Но вряд ли это поможет экономике. А как вам вот эта вчерашняя история про изменение налоговой системы? Ну, то есть, уже написали вначале в Wall Street Journal, везде потом перепечатали, потом опровергли, потом сказали, что нет, все не совсем так. Кстати, вот Минэкономразвитие сейчас опровергает. Улюха, конечно, это не целесообразно. Ну, а тем не менее, осадочек остался и остается, потому что опять эти разговоры про то, чтобы либо плоскую шкалу заменить прогрессивной, либо 13% налогов поменять на 20, и с НДСом тоже что-нибудь сделать. Вот это вот, вот это вот, насколько к этому нужно серьезно относиться? Сделаем? Оль, к этому нужно относиться абсолютно серьезно, и я думаю, что, понятно, сегодня никакого решения по этим вопросам нет. Ну, понятно, там речь шла про 18 годов. Вот, в любом случае, президент Путин пообещал, что до 18-го года налоги повышаться не будут. Непонятно, что перед выборами повышение налогов это самое такое политически неправильное решение. Значит, все решения, видимо, будут приниматься уже где-то там в начале 18-го года, может быть, в марте перед выборами, а может, в апреле после выборов. Перед тем, как будет формироваться бюджет 2019-го года. И к тому времени, я думаю, что вот в правительстве, в экономическом блоке, в администрации будут идти дискуссии относительно того, что делать с бюджетом. Вот бюджет, очевидно, рассыпается, да, сократить бюджетное обязательство у Минфина не получается, повысить эффективность, как они говорят, тоже не получается, то есть прекратить воровство тоже не получается. И если цены на нефть не вырастут, то понятно, что там бюджетное хозяйство будет дряхлеть прямо на глазах. И в этой ситуации, ну, по большому счету, если еще экономика не будет расти, да, будет там, не знаю, там на уровне нуля или там минус 1,2, как последний квартал, то понятно, что все надежды на формирование бюджета будут связаны только с повышением налогов. Да, и сейчас правительство проводит дискуссии относительно того, а как можно было бы повысить этот налог? А если бы мы там выбирали плюсы, минусы, последствия, да, то есть опять это не решение, это идут дискуссии. Да, поэтому я думаю, что это не секрет, что правительство мечется в поисках путей выхода. Ну, опять вот, там, глядя на то, что происходит последние там месяцы, да, ведь это вот ползучее повышение налогов, которое в разной форме происходит, то там Минфин поменяет правила исчисления экспортной пошлины на них, да, то там Минфин поменяет правила, там, не знаю, там, взымания акцизов, то там Минфин скажет, а давайте мы вообще сейчас национализируем до конца пенсионные накопления. И все это не налоги. Не-не-не, ребят, это не налоги, это сборы, это пошлины, это вообще к налогам не имеет никакого отношения. То есть вот это вот ползучее повышение налогов, оно идет. Ну, просто вот там к 2018 году станет понятно, да, вот нефть, она будет хоть немножко, там, не знаю, там, 70 долларов, да, на горизонте видно. Или так и будет в этом диапазоне, не знаю, там, 40-50. Если 40-50, то я думаю, что повышение налогов, оно будет неизбежным. Ну, вот, кстати, нефта как раз уже к 50-ти подобралась, и Goldman Sachs пишет, что впервые, там, за долгое время спрос превысил предложение. Вообще у некоторых странах чуть ли не дефицит этой нефти наблюдается. Это что у нас тут происходит? Ну, это, Яков, я, знаете... Внезапно так. Ну, смотрите, надо вспомнить, что у нас в прошлом году, в середине года, где-то там в июне-июле, нефть вообще чуть ли не 65 долларов стоила. А потом упала на 30. Да, поэтому вот нельзя, как сказать, обсуждать серьезно, что происходит на нефтяном рынке на данных там двух недель и даже двух месяцев. Но все-таки там более длинные циклы, и надо подождать, надо посмотреть, что будет происходить там к осени, да. Вот, поэтому я пока, все, что я слышу от специалистов нефтяной отрасли, все говорят в одном, да, что запасы производства, оно пока опережает предложение, предложение опережает спрос, и накоплены огромные запасы нефти. В Европе хранилища практически забиты под завязку, и уже там европейскую нефть хранят в Америке, танкеры там стоят уже в многонедельных очередях, да, в порты на разгрузку, потому что все загружены танкеры. Вот, поэтому, ну, я не знаю, там, возможно, Голубин Сакс что-то знает другое, но пока вот объективные показатели на рынке нефти, они, ну, точно не говорят о том, что тренд развернулся. Давайте, давайте подождем. Вот, опять, я, знаете, как, ну, не знаю, там, вот, по данным погоды в течение одной недели можно сделать прогноз на пять лет вперед, но, наверное, нельзя. Да, поэтому вот, да, сейчас нефть дорожает, сейчас она почти 50, ну, и в прошлом году она в это время была уже там за 50, а потом упала. То есть не обольщаться, не обольщаться, не раскатывать ничего. Ну, 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 и, знаете, Оль, вот, надо подождать и посмотреть, да, может и так быть, и так быть, увидим. Ну, сейчас вот, если в Венесуэле что-нибудь случится, такое нехорошее в стане там производства, ведь может быть такое, что дефицит продлится какое-то время? Яков, ну, слушайте, все может быть, вот смотрите, там, в Канаде были огромные пожары в нефтедобывающих районах, да, и там добыча нефти упала. А до этого, там, в Катаре, по-моему, да, была забастовка. А до этого, там, в Ливии что-то случилось. В мире постоянно что-то происходит. И так или иначе это влияет на, там, предложение нефти. Да, конечно, все что-то, все время что-то происходит. Но за то же самое время, смотрите, вот, практически эмбарго на иранскую нефть было снято, там, в начале января, и вот, там, за сколько, за пять месяцев, за четыре месяца, Иран практически восстановил до санкционной объема добычи нефти и поставки нефти на мировой рынок. Вот, сейчас там в Ираке тяжелое положение, да, в Ираке, там, добыча начинает падать, более того, иракское правительство просит, в принципе, и компании снизить объемы инвестиций в возраст. Ну, в общем, как-то вот, жизнь, жизнь. Ну, вот сейчас как раз поступают на ленты информационных агентств сообщения от Министерства труда Соединенных Штатов, и мы подумали, что у кого, собственно, об этом спрашивать, как не у вас, потому что вот тут сообщает, например, агентство Bloomberg, что и Интерфакс Афи тоже об этом сообщает, что потребительские цены повысились на 0,4% и очень быстро растут в Соединенных Штатах, и увеличивается, и тоже идет рост новостроек в Америке. Это что значит? Что кризиса нет или что наоборот? Ну, Оль, давайте разделим вопрос, но так как-то по американскую экономику, если ее так быстро не ответишь. Значит, первое. Американская экономика все равно ощущает, так же как вся глобальная экономика, последствия кризиса последнего, там, седьмого-девятого годов. Но вместе с тем, американская экономика, она, конечно, развивается гораздо лучше, чем ее как-то, как конкуренты в высшей лиге, чем европейская экономика, чем японская экономика, второе, Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов Америки, очень внимательно думает и серьезно думает о том, чтобы начать цикл повышения процентных ставок, да, и, соответственно, показатели инфляции, показатели занятости, показатели экономической динамики, которые выходят, они являются основанием для принятия этого решения, потому что в начале года ФРС говорил о том, что мы в течение года 4 раза готовы в среднем повышать ставку, такой экспертный, это опрос членов комитета по операциям на открытом рынке, вот, сейчас уже 2. И, собственно говоря, в июне предстоит очередное заседание ФРС, и вот высокая инфляция или высокие темпы роста занятости будут толкать в сторону повышения процентных ставок. А это решение такое важное для не только американской, но и для всей мировой экономики, да, потому что, конечно, это будет влиять, там, повышение стоимости кредита на всю мировую экономику и на все развивающиеся страны, и на развитые страны, да, вот, поэтому все внимательно смотрят за новостями и пытаются предугадать, что и как будет решать ФРС. Ну, кстати, насчет экономики, вот вчера Хилари Клинтон объявила о том, что она бросает своего муженька Билла на борьбу за восстановление экономики в США, вот мне в этом... Как-то фамильярно про бывшего и будущего президента. Ну, вот, кстати, у меня в этом связи вопрос. Она уже так уверена, что она станет кандидатом и победит этот раз, а во-вторых, она, получается, что называется, наносит удар в спину Обаме, который на днях говорил, что у нас все здорово, мы тут восстановили экономику. Ну, Яков, когда вы сказали, что Хиллая бросила Билла, я подумал, как? Я уже сброкнула, честно говоря. Это... Конечно, нужно хорошо понимать, что речь идет о политической борьбе. Да, речь идет о том, что президентская гонка США выходит, ну, вроде как сказать, ну, если не на финишную прямую, но точно на финишный круг. И хотя вот Хиллари Клинтон продолжает биться с Берни Сандерсом за то, чтобы окончательно набрать необходимое количество голосов на съезде Демократической партии, ну, в общем, как-то считается, что, скорее всего, плохо понятно, что должно случиться, чтобы она этого не получила. И поэтому она уже всерьез думает о том, как она будет сражаться с Берни Сандерсом. И ей, безусловно, все эксперты говорят, что ее предвыборная кампания, но она какая-то вот такая вялая, что Хиллари Клинтон очень однообразно говорит, говорит одни и те же фразы, такие заученные, и которые, что называется, вот этот Hudson Minds, да, души и сердца людей не сильно трогают, и точно совершенно, ну, в таком, в резонансе, в плохом сравнении и с Берни Сандерсом, и с Дональдом Трампом, которые, наоборот, своими словами задевают, вот, что называется, самые животрепещущие вопросы. Ей нужно какое-то усиление. Ей нужно, очевидно, какое-то усиление. О Билле Клинтоне в Америке очень хорошее воспоминание, как о президенте, потому что с его президентством совпал вот такой длинный цикл роста американской экономики. Он, знаете, в чем-то можно сравнить с первыми... Да, да, с первыми двумя сроками. Повезло, повезло. Просто повезло, что он пришел там в 92-м году, когда экономика, что только-только начала выходить из рецессии, и ушел в 2000-м, там, за год до, ну, в январе 2001-го, да, за полгода до башни Близнецов, и, там, за полгода до краха Dotcom Bubble. Да, вот просто, что называется, при том, что, ну, и там, надо сказать, что особых претензий к политике Билла Клинт нет, за исключением, ну, если так совсем серьезно, глубоко копать, то, в принципе, в его время, в его время началась вот эта вот политика расширенного представления ипотечных кредитов, да, саппрайм-моргажа, такие нестандартные, и которая впоследствии, там, может, через, там, десять с лишним лет, да, привела к кризису ипотечной системы, банковской системы США, да, вот этому, к глобальному кризису 2007-го, 2008-го годов, вот, ну, поэтому, мне кажется, что сейчас пока нужно рассматривать привлечение Билла Клинтона исключительно как предвыборный ход, да, просто усиление своей команды, привлечение голосов, потому что, ну, вот, слишком, вот эти выборы, предполагая, да, что будут Хиллари Клинтона и Дональд Трампа, что называется, в финальном раунде, да, вот, очень сильно делится электорат, да, вот, что называется, там, белые мужчины голосуют в большинстве своем за Трампа, там, женщины в большинстве своем голосуют за Хиллари, там, афроамериканские, испаноязычные в большей степени голосуют за Хиллари, то есть такое сильное-сильное-сильное разделение, и, соответственно, считается, что имидж Билла Клинтона приведет к тому, что больше мужчин будут голосовать за Хиллари, но, соответственно, Дональд Трамп начинает свою кампанию с тем, чтобы усилить свои позиции, как называется, на женском фронте, да, и привлечь голоса женщин. Ну, то есть, получается, что у Клинтона, как такового, вот, экономического опыта в борьбе с кризисными ситуациями нет, есть только харизма его вот этих сытых годов. Ну, конечно, он же, собственно, Билл Клинтон, он не экономист, да, он, собственно, такой, там, губернатор штата Арканзас, президент США, при всем хорошем к нему отношении, да, и, конечно, он никакими, там, идеями в области экономической политики, наверное, там, генерировать идеи не будет. Да, конечно, имидж, это просто вот показать того, вот, вспомните, как было хорошо тогда, и вот так же хорошо будет сейчас. Талисман такой. Да, да. Ну, кстати, а еще один вопрос, вот вы сегодня написали про Алексея Кудрина и его, там, создание рабочей группы в составе экономического совета по приоритетам структурных реформ. Вы очень емко так написали, что это, типа, российский ял и мрошахт. А можете прояснить, что это такое? Яков, я... Мы сейчас вернемся к началу нашего разговора, да, к нападению на Алексея Навального, а если вспомнить раньше вот это нападение на детей участников акции мемориала, да, написали конкурсы и так далее. Вот эти вот все проявления фашизма, они, к сожалению... И Людмилу Улицкую. И Людмилу Улицкую, ну, вот там, обливание зеленкой напали, ну, вот этот комплекс, я просто не хочу сейчас все эти повторять известные эпизоды, но, к сожалению, вот это вот все больше и больше напоминает то, что происходило там в гитлеровской Германии в 30-е годы, да, там, в конце 20-х и в 30-е годы, когда фашисты еще не были у власти, и потом, когда они пришли к власти. Ну, Сергей, а это вот не очень смелое сравнение? Нет, Оль, это не смелое. Это чем? Вот, знаете, надо смотреть правильно. Вот как-то, знаете, вот как-то, мне кажется, это вот как-то легко вот так вот себя вот сравнивать с там, какими-нибудь старыми героическими реально ужасными временами. Оль, Оль, вот смотрите, знаете, как история повторяется первый раз в виде трагедии, в другой раз в виде фарса, да, и ведь мы же не спорим в отношении того, что в России сегодня существуют политические репрессии. Не спорим. Да, там количество политических заключенных, там, около ста. Да, это там не миллионы расстрелянных Сталиным. Но это политические репрессии. Да, и от этого, вот, как суть процесса, суть явлений не меняется. Да, вот если это проявление фашизма, то это проявление фашизма, да, и если это проявление распада государства и подмена государства боевиками, хунвоебинами, не знаю, там, как угодно называете, чернорубашечниками, да, штурмовыми отрядами, то это то же самое. Ну, почему это, вот почему мы должны это называть другими? Ну, придумайте другие слова. Или это что у нас, суверенная демократия так выглядит? Ну, давайте называть это суверенной демократией. Но во всем мире это называется фашизмом. Да? А Ялмур Шахт, Ялмур Шахт, это известный немецкий экономист, который в 20-е годы вывел Германию из гиперинфляции, был председателем Рейхсбанка, стабилизировал марку после того, как она, не знаю, там, миллиардами процентов девальвировалась. Да? Вот. А потом он стал сторонником Гитлера и стал строить вот эту мобилизационную экономику и, собственно говоря, помогать, переводить экономику на мобилизационные рельсы. Но потом опять выступил против войны с Советским Союзом, сказал, что это неправильно, что к этому приведет к развалу экономики. За это лишился своих постов и даже, в общем, попал в изгнание еще при Гитлере. А потом он попал под суд трибунала и получил свои восемь лет за строительство основ фашистской экономики. Вот мне кажется, что люди, которые сегодня, которые еще четыре года назад стояли на трибуне на проспекте Сахаровой, говорили какие-то слова, а сегодня начинают так активно укреплять режим и говорили, знаете, мы сейчас там структурные реформы будем проводить, вот на этом фоне, на фоне того, что происходит, я просто считаю, что осознанно не хотят видеть. Да, вот, Оль, вы не хотите называть это словами, которые я использую? Это был вопрос. Окей, хорошо, вы задаете вопрос, правильно ли мы используем, я использую эти слова. А Алексей Кутырин просто этого не хочет видеть. Он просто не хочет видеть, говорит, ну, все нормально, ну, подумаешь, там, кого-то побили. Ну, побили, там, ничего страшного. Оживет, да, там, до сладости. Ну, а разве его профессиональный долг не заключается в том, чтобы все-таки вот как-то вытаскивать экономику в силу всех профессиональных возможностей, которые он имеет? Потому что, ну, кто еще, собственно, если не такие люди, как Алексей Кутырин? Ялмар Шахт. Ялмар Шахт занимался тем же самым. Да, и вот есть профессиональный долг. Профессионального долга не бывает. Бывает профессиональная позиция, а бывает гражданский долг. Гражданская позиция. Да, и вот мне кажется, что заставить Алексея Кутырина, там, выводить экономику из кризиса, никто не может. Потому что это его личное желание. Да, это его личное желание и личное там стремление сделать этот режим попрочнее. Чтобы он дальше мог кого-то избивать, сажать, убивать. Вот это его нравственный выбор, гражданский выбор. Это здесь вообще не вопрос о профессиональных тех самых квалификациях Алексея Кутырина или не того. Кстати, о том, что он, ну, я все время говорю, не надо забывать, что он бюджетный федерализм в России, вообще федерацию в России разрушил министра финансов Алексей Кудрин, который собрал все налоги в федеральном бюджете. И Алексей Кудрин выступал за национализацию ЮКСов в 2003-2004 годах. Да, поэтому вот у него, собственно говоря, история такая вот, весьма своеобразная. Она там мало может быть удивительная в этой связи. Но вот человек сделал свой гражданский выбор. Он сделал гражданский выбор. Закрыть глаза на то, что происходит в стране. Да, и там попытаться решить какие-то, знаете, как это, партию умеренного прогресса в рамках закона. Судебную систему не трогать, политическую конкуренцию не трогать, правоохранительные органы не трогать, военные расходы не трогать. А на оставшемся пятачке решить, что мы будем сокращать здравоохранение, медицину, ЖКХ или, не знаю, там, науку. Да, и вот из этого выбора бюрократию не трогать. И на этом пятачке попытайся провести реформы, сделать всех счастливыми. Ну, пусть пытается. Флаг в руки, бог в помощь. Ну, кстати, слушатели предлагают называть вот то, что вы описали, черносотинством. Черносотинством. Да, да, Яков, я тоже об этом думал. Я тоже об этом думал, что можно называть черносотинцем, но все-таки у черносотинцев был такой более ярко выраженный национальный, как это сказать, колорит или оттенок. Да, я поэтому вот решил, что все-таки слово фашизм, оно более правильное. Хотя слово черносотинец, ну, очень похоже и типично русское явление. А давайте я тогда сейчас градус немножко так снижу все-таки и вернусь к, может быть, более простым цифрам и более простым явлениям, а может быть, и менее простым. Вот эти вот сегодняшние торги на московской бирже, которые показали, что вдруг подешевели на три с лишним процента акции «Газпрома». Это что такое? Это звонок кому-то о чем-то? Или это просто вот такие вот колебания, там, латильность и все прочее? Ну, Оль, все проще-то там. Акции «Газпрома» в последнее время росли на слухах о том или на ожиданиях того, что «Газпром» заплатит рекордно высокие дивиденды от, как правительство требовало, 50% от своей прибыли по МСФО. А в газетах сегодня появилось, что правительство подписывает другую директиву в процентах от российской прибыли, которая снижает дивиденды больше, чем в два раза. Ну, собственно, и тут же цены акции упали, отреагировав на снижение будущих дивидендов. Это, можно сказать, нормальное рыночное явление, ничего странного здесь нет. То есть, дивидендов меньше, цена меньше. Ну, вот смотрите, кстати, в прошлую пятницу, когда пошли сообщения о разгоне редакции РБК, активы РБК, да, то есть акции РБК на бирже, они резко пошли вверх. И вот, кстати, слушатели спрашивают, на фоне всей этой истории вообще активы Прохорова, они будут дешеветь или дорожать? Ну, с акциями РБК там вообще историю, мне кажется, не имеет смысла обсуждать, потому что абсолютно неликвидный актив, маленькая капитализация, да, и, возможно, там люди, которые, знаете, как, были люди, которые активно играли на акциях ЮКОСа в тот момент, когда уже прошли судебные процессы по его разгону. Ну, и всегда есть люди, которые желают поиграть в надежде на то, что вот там сейчас станет редакция более благоразумной, туда придут рекламные потоки, глядишь, и получше экономическое положение будет, да. Вот, но я не хочу это дело обсуждать. Что касается активов Михаила Прохорова, то у него, так, на мой взгляд, из публичных активов там практически ничего не осталось. У меня осталась компания КВАТРА, генерация, да, как сказать, теплогенерация в областях там к юго-западу от Москвы, к западу, к юго-западу от Москвы. А так я так, на вскидку, это Урал Калий, который практически публичный, ну, уже такой получастная компания. Вот, ну, я не думаю, что с его активами что-то будет сильно связано, да, то есть, как он проявил себя лояльно, ну, тогда что, наказывать его никто не будет, правда, там давить его тоже никто, он же как Каменщик. Каменщик расплатился через благотворительный фонд, а Прохоров расплатился через изменение позиции РБК. Но Каменщик еще не расплатился. Ну, пообещал расплатиться, Оль, пообещал. Знаете, как, я думаю, что вот с этого обещания Дмитрию Каменщику соскочить будет очень тяжело. Еще тогда вопрос один. Вот сегодня появилась публикация в Коммерсанте о том, что из Нешэкономбанка создает какой-то российский экспортный центр с перспективой экспортного банка и капиталом до 140 миллиардов рублей. Тут мы вообще ничего не поняли. Ничего не поняли, но мы помним все, что, по-моему, в ВЭБе, насколько я понимаю, лежат в пенсии Молчунов. Куда это все пойдет? Ну, Яков ВЭБ, это у нас такое, знаете, всеядное существо, где есть все. Где есть управляющая компания по управлению пенсионными накоплениями, где есть агентство по управлению государственными долгами, где есть банк развития, где есть реализация политических проектов, есть коммерческая часть, есть санация банков-банкротов из 2008 года, есть недвижимость. В общем, там чего только нет. Там лизинговая компания в авиации. Вот просто всякой твари по паре, что называется. А зачем там так много твари? Ну, Оль, знаете, вот все это случилось в период с 2003 по 2008 год, когда денег было много, и там никто не знал, куда их деть. И поэтому, знаете, чем больше схватишь, тем тебе лучше. А что-то было политическое. Явно там политические какие-то были решения. И внутри всего этого дела у ВЭБа запрятана поддержка экспорта. То есть, собственно говоря, ничего плохого. Вот это как раз там часть, я считаю, похожая, работает более-менее нормально. Но поскольку сейчас ВЭБ находится под западными финансовыми санкциями, то вот правительство решило обхитрить и выделить вот эту экспортную часть, поддержку экспорта в отдельный банк, который не будет внутри ВЭБа, на который правительство рассчитывает, что не будут распространяться западные санкции, ну и который как-то сможет привлекать деньги на западных рынках. Ну или начнет привлекать их чуть раньше, как там ситуация, возможно, чуть-чуть улучшится. Неужели такие маневры могут кого-то ввести в заблуждение? Из тех, кто вводит санкции и вообще имеет дело с этими структурами на международных рынках? Оль, ну, знаете, как там вот деньги привлечь не смогут, но там корсчета блокироваться не будут, расчеты с ними проводиться будут. Глядишь, там в долг будут давать не на 30 дней, а на 60 или на 90. В России страна экономика, которая генерирует достаточно высокую прибыль, и в бизнесе всегда есть люди, которые готовы к более высоким рискам в случае высокой прибыли. Поэтому не то, что обмануть, но могут попытаться. Я не исключаю варианта, что действительно такой банк станет более устойчивым. Но, по крайней мере, такой монопродуктовый банк, жестко сконцентрированный на одной стратегии. Но я думаю, что он точно будет работать лучше, чем вот этот вот конгломерат под названием веба, где не найдешь концы, не сведешь концы с концами. Спасибо. Все, мы поняли. Спасибо огромное, Сергей Алексашенко. Это была программа персонального...